Всем добра и света, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Мэпер и сегодня я снова играю в скрэп механик. Так, а чего это я на толчке-то восседаю? А это у нас, ребятки, обновление подъехало, которое ввело в игру вот этот вот самый унитаз, а также клаксоны. Конечно, еще знаю, какие-то другие блоки были добавлены, но суть обновления я не вникал и вообще сегодняшнее видео не об этом. Но все равно не смог я пройти мимо этого обновления и вот установил себе парочку клаксончиков. Да, конечно, обязательно смыли за собой. Все как полагается. В принципе, унитаз является неким аналогом обычного пассажирского сидения и выполняет абсолютно те же функции. Конечно, если я в чем-то ошибаюсь, можете меня поправить в комментариях. А вот клаксоны у нас управляются с кнопочек. То есть вот я привязал кресло кнопкам, кнопки в свою очередь клаксоном. Сами клаксончики тоже регулируются. Регулировки нам позволяют настроить тембр, как я понял, гудка. И благодаря этой функции у нас будет возможность создавать даже некие музыкальные инструменты. Ну ладно, давайте закончим с обновлением и перейдем непосредственно к сегодняшнему выпуску. Как я думаю, многие уже поняли из названия, этот выпуск будет связан с гонками. Ох, ребятки, грандиозные планы у меня. Хочу гонки организовать. Да не простые гонки, а великие. Grand Racing я назвал эту карту и всю эту трассу. В общем, идея такова. Мне захотелось по мировой карте проложить некий маршрут, трассу. Установить по ней некие специальные объекты, которые будут выделять эту самую трассу. В дальнейшем пригласить ребят со стороны, то есть вас, подписчиков. И устроить великие гонки против мэппера. Я уже построил машину для этих самых гонок. Но показывать сегодня ее я вам не стану. Это будет неким сюрпризом. Сами гонки пройдут в формате стрима. Так что до этого момента трасса еще будет модернизироваться. А в момент трансляции вы уже все сами увидите. Трассу в завершенном состоянии. Также мой автомобиль. И так далее. Единственное условие, которое я ввел в эти соревнования, так это то, что у автомобиля должны быть некие ограничения по габаритам. А именно, вот он должен помещаться вот в эту коробочку. Она у нас имеет длину, получается, 4х8, 32. Длина 32 блока. Ширина, значит, 8х8, 16 плюс 4. Это 20. 32 на 20. И на 16 в высоту. Вот такую вот машину вы можете построить. Не больше. Если ваша машина влезла в эту коробку, то вы допускаетесь к соревнованиям. А сейчас я бы хотел по-быстрому сварганить какую-то машинку, дабы сделать такой небольшой объезд по той части трассы, которая у меня уже готова. Давайте же приступлю к этому делу. Вот я, ребятки, на скорую руку сварганил себе автомобильчик. Так, сейчас движок только чуть помощнее сделаю. И мы отправимся исследовать нашу трассу. Так, лифт убираем. Садимся за руль. Надеюсь, все правильно настроил. Так, руль верен. Мощности, в принципе, вполне достаточно. И все, поехали. Как вы поняли... Так, секунду. Ой-ой-ой, надо было пошире колеса расставить. Какая-то неустойчивая у меня машина получилась. Давайте-ка я сразу поправлю этот баг, а то что-то меня не устраивает. Такая устойчивость, как-то ее жестко перекашивает. Может, это из-за высокой массы? Ну, не важно. Вот так вот, я думаю, будет в самый раз. Ну что, поехали? Так. Ух. Какой угол поворота-то? Прикольно получилось. Ну, хотя бы не переворачивается, и то радует. В общем, вот, начинаем. Для чего нужны вот эти вот рамки, подобные воротам? Это у нас чекпоинты, или же контрольные точки. То есть, все участники гонок должны проходить именно через эти ворота. Дабы не отступаться от маршрута трассы. Едем налево, и выезжаем на первый участок трассы. По краям границы маршрута я выделил вот такими вот бочками. Бело-оранжевыми. Вот мы видим первая контрольная точка. Идем дальше. Вот здесь у нас резкий поворот. Единственный косяк, который меня сразу напряг. Да, так, в рифму немножко я заговорил. Это то, что после старта у нас сразу начинается очень узкая дорога. А как известно, на старте происходит самое большое столпотворение машин. Толкучка. И, возможно, это не очень хорошее решение сделать такую узкую дорогу сразу после старта. Но я думаю, это даже добавит какого-то интереса и экшена к началу гонки. Далее тут идет более-менее прямая дорога. Если же по пути следования нам встречаются какие-то развилки, то направление, в котором нам не нужно ехать, я закрыл вот такими вот перегородочками с табличкой Do not enter. Не входить. Вот далее еще одна развилка с таким ограждением. Проходим очередной чекпоинт. И здесь у нас опасный спуск. Чуть вправо, чуть влево. И все. Улетел с обрыва. Потом уже запаришься оттуда вылазить. Так, что у нас идет дальше? Очередной контрольный пункт. В принципе, в этом моменте трассы нет каких-то особых сложных участков. Единственное, только деревья иногда встречаются на пути следования. Я решил по фану пометить их вот такими вот табличками danger, типа опасность. Смотрите, не поцелуйтесь лбом с деревом. Так, что у нас дальше? Здесь небольшие неровности трассы я перекрыл вот такими вот решеточками. Здесь мы съезжаем с дороги и попадаем на вот такую вот поляночку. Это у нас первый скоростной участок. Здесь мы должны на скорости обходить вот эти вот деревца. Каждая из них опять же помечена табличкой. Здесь вообще фактически ровная прямая. Единственное, все-таки бугорки, конечно, на местности встречаются. Поэтому не забывайте сделать вашему автомобилю хорошую подвеску. Иначе на первом же бугорочке вы опрокинетесь. Здесь у нас после поворота начинается один из самых длинных скоростных участков. Видите, какая протяженность? Ух! От одного до другого края даже не видно. Здесь у нас очередной контрольный пункт. Тут резкий поворот. В такой небольшой овражек, низинку. Проезжая мимо этих огромных цистерн. Засмотрелся я немножечко. И покидаем эту низменность. Тут у нас начинается такой небольшой техничный участок. Здесь мы должны показать свое мастерство управления автомобилем. Вписаться в первый поворот. При этом не вылетев с трассы. Дальше у нас небольшое ущелье. По краям лежат бревна. Так что тоже будьте осторожны. Далее. Поворот на подъем. Вот в такую горочку мы начинаем забираться. Так, аккуратненько. Заезжаем. И впереди у нас первое такое довольно опасное испытание. Которое я назвал дроппинг. Это прыжок с обрыва. Разгоняемся и... Ну что это за дела-то такие? Не получилось у меня красиво прыгнуть. В общем, суть в том, что нужно максимально ровно заехать на эту рампу и сигануть вниз с обрыва. Точка приземления находится где-то примерно вот в этом месте. Либо чуть дальше. Я иногда вылетал на своем автомобиле. Но не суть. Далее, преодолевая этот овражек, мы попадаем вот на эту площадку с башней. Здесь у нас есть на самом деле такая небольшая пасхалочка. Вы можете поехать прямо. Это вроде как очевидно. Здесь у нас трасса немножко изгибается и продолжает свое движение дальше, так сказать. Но есть один прикол, о котором посмотревшие это видео будут знать. Вот этот трамплин не зря освобожден от всяческих преград. Так как им можно воспользоваться. На этом драндулете я, конечно, не смогу показать полет Валькирии. Но на своем основном автомобиле я перелетал даже вот эти вот камни. Представляете? То есть это вполне реально. И будет таким неплохим срезом. И с экономленными секундами. То есть прыгая на том трамплине, можно приземлиться аж где-то вот в этом месте. И продолжить свое движение. Мой автомобиль может это. Чтоб вы были в курсе. Далее проезжая такую небольшую низинку, мы попадаем на возвышенность. Здесь у нас небольшой мостик через овраг. Правда, конечно, вот это срубленное дерево немножко напрягает. Но это создает, опять же, некоторые трудности для преодоления этого участка. Ну вот мы объехали деревца и движемся дальше. На этом, в принципе, заканчивается доделанная часть трассы. В дальнейшем я пока еще думаю, в каком направлении пустить дорогу. Но это вы вот увидели начало трассы. Остальной же завершающий участок вы увидите уже непосредственно на самом стриме. В самом начале стрима я сделаю такой некий объезд по трассе. И вы будете приблизительно в курсе того, где и куда нужно поворачивать. Конечно, перед началом непосредственно самого состязания, после постройки участниками своих автомобилей, у них будет шанс прокатиться по трассе, дабы опробовать некоторые моменты возможности своих новоиспеченных автомобилей, а потом уже стартует сама гонка. Поэтому, в принципе, можете уже начинать проектировать свои машинки. И у вас в начале стрима будет некое время на то, чтобы воссоздать их на моей трассе. Жаль, разработчики пока не ввели функцию, которая бы позволяла переносить свои крафты на другие сервера. Но я думаю, рано или поздно появится в скреп-механике такая возможность. А сейчас вот я бы хотел продумать и показать заодно вам, как вообще у меня ведется строительство трассы. Давайте сейчас доедем до ее конца, и я вам покажу весь процесс. В общем, вот, ребятки, вытащил я на панель все необходимые нам строительные компоненты, и мы можем продолжить создание нашей трассы. Вот по левой стороне, я смотрю, уже бочоночки расставил, а на правой их нема. Так что давайте, ребята. Вот таким вот образом я продолжу эту сторону трассы. Так, в принципе, продлил я до нужного места данную сторону. Теперь нужно решить, куда в дальнейшем пойдет трасса. У нас, в принципе, вариантов немного. Явно напрашивается вот это вот просико, либо пустить трассу по правому флангу. Даже не знаю, нужно смотреть, что будет дальше на каждом из направлений. Возможно, с этой стороны нам встретятся какие-нибудь интересные трамплинчики из, так скажем, естественного рельефа. Нужно все просчитывать и подгонять. Но в одном, я уверен, на 100%. Последняя контрольная точка находится достаточно далеко. Поэтому, в принципе, у нас есть все шансы и возможности установить следующую вот в этом месте. Так, каким образом это делается? Поворачиваем сначала вертикально наши воротцы. Эх, так и просится повернуть трассу налево. Ну ладно, ребята, так и сделаю. Возьму чуть-чуть пошире, чем границы трассы. Установлю начальную подпорку для ворот. И увеличиваю ее на три уровня высоту. Тут мы устанавливаем лифт, чтобы поднять своего персонажа. И иметь возможность продолжить строительство. Далее уже вот сюда горизонтально цепляем планку. И ведем ее примерно на... Так, три, значит. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И, допустим, восемь блоков в эту сторону. И вот как раз у нас получается этот проезд выделен. Теперь можно с противоположной стороны опустить очередную подпорочку. Вот так вот аккуратненько подгоняем. Раз, два и три. Вот такими вот незамудренными движениями и создаются наши контрольные точки. Здесь можно довести уже бочонками эту сторону. Так, раз. Ставь все ровно. Вот сюда. И вот сюда, допустим. Можно было немножко поближе, конечно, подвести. Но, в принципе, не беда. Думаю, особой роли это не сыграет. Ну и вот сюда давайте один бочонок влепим. Вот таким вот образом, ребятки, создается моя трасса. Работаю над ней я уже довольно долгое время. Поэтому пока что не могу точно сказать, когда же она будет готова на 100%. И у нас появится возможность провести стримчатский. Но, в принципе, сутью этого видео было главное оповестить вас о том, что состоятся великие гонки. Так что готовьте, ребятки, свои автомобили. Скоро у вас будет возможность посостязаться с самим Мэпером в технологичности создания ваших автомобилей, а также в мастерстве управления ими. Ждите новостей! А с вами был Мэпер. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, вступайте в группу канала ВКонтакте. Ссылка будет в описании под видео. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok